Но что касается людей, пропагандирующих наркотики, я вам говорю, это люди, убивающие молодое поколение, сознательно это делающие, и получающие за это деньги, и они де-факто являются членами мафиозной инфраструктуры. Вот и все, потому что они занимаются тем, что наркомафии подгоняют новых покупателей. Если вам это очень нравится, ну отдайте своего ребенка, это в руки наркомафии, они быстро убьют его, быстро и жестоко убьют его. Если вы за это, я против вас. Модные рэперы, немодные рэперы и прочее, прочее. Я не хочу, так сказать, быть модным. Да, и глядя на то, как какой-то подонок, да, так сказать, убивает маленьких детей. Это педофилия оправдывать такие вещи, понимаете? Педофилия. С его помощью умирают дети, а его как бы оправдывают. Он прикольный. Если человек, так сказать, участвует в преступном бизнесе, да, значит, надо, так сказать, вводить соответствующие статьи Уголовного кодекса и сажать их. Значит, посадили на небольшое количество времени, не понял, посадили на большее количество времени, и опять не понял, на еще большее, и все. Очень просто. Вот скажите, в конце концов, что важно? Значит, свобода самовыражения для нескольких, в общем, сомнительных людей или судьба, там, тысячи тысяч детей? Вот что важнее? Я считаю, что судьба детей важнее. Кока-колу вернули, кокаин, на мне бронят Y3. Искусственный интеллект потребляет бензин. Искусственный интеллект лучше, чем человек, ему не нужен амфетамин. Ну, в конце концов, вот пушеров-то всевозможных, да, и дилеров наркоты, их же сажают, сажают. А тех, кто, как бы, вот, значит, на улицах, значит, новых наркоманов, значит, соблазняет, заманивает, дает им дозы первые, их сажают, сажают. Этот человек работает в этом же самом направлении. Может быть, он вполне искренне работает. Ну и что? Какая разница? Главное, на что он работает. Все, я считаю, что это должно уголовно регулироваться, и заигрывать с этим не имеет смысла. Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Наш тайный уголок угрозит, я не поросил. Ну, тут еще некоторые возразят, что эти рэперы просто, так сказать, оседлали волну интереса, который возник не от их песен, а наркотическая культура процедает. А это не имеет значения. Вопрос в том, чему вы способствуете. Ну да, да, они способствуют. Пороки были всегда. Пороки были, есть и будут. Вопрос в том, поощряется это или нет, приветствуется это или нет. Вопрос в той оценке, которую общество дает тому или иному пороку. И вопрос в том, как государство общества к этому относится. А государство общества, если оно хочет, так сказать, какого-то самосохранения хотя бы, оно не может позволить самоубийственным тенденциям развиваться. Это все равно, что, так сказать, вот, например, скажем, человек психически ненормальный. Вот он стоит на, так сказать, на подоконнике. Ну или что-то у человека, даже он нормальный психически, но у него какая-то трагическая ситуация в жизни. Он встал на подоконник. Вот один ему говорит, давай, бросайся вниз, а другой пытается удержать его за руках, говорит, подожди, мы как бы еще с тобой, давай, давай поговорим, да, как бы, может быть, еще все будет нормально. Вот и все. Вот это и есть выбор. Вот это и есть выбор. Один делает зло, а другой делает добро. А человек на подоконник встал сам, по своим причинам, по собственным. Ну а просто он толкает его, значит, вперед или все-таки пытается удержать и помочь ему. Вот в этой позиции, собственно говоря, есть момент истины. А тем, на кому деньги, на самом деле, дороже чего угодно, они и грудных детей будут на наркотики сажать. Да, эти люди есть. Их навалом. Их огромное количество. И сейчас становится их все больше. Они профессионально работают. Ну что, давайте, так сказать, им помогать, что ли? Не могу понять. Давайте им помогать? Мне кажется, нет, мне кажется, к этому надо относиться максимально жестко. И сколько там, и что там думает этот конкретный рэпер-шмейпер про себя? Вообще не имеет никакого значения. Пусть он думает про себя все, что угодно. Накануне, когда развязалась эта вся дискуссия, много обсуждали, рэп же пошел из Америки, обсуждали тексты американских исполнителей, где они, кстати, процветают и никаких запретов на их творчество нет. Там говорили, ведь у них же еще хуже все. Да, у них еще все хуже, да, так сказать. Это именно оттуда все эти лекалы списываются, именно оттуда экспортируются основные стандарты, именно оттуда все эти продюсерские приемы по этому поводу, они идут. Но нам-то какая разница, как там? А вот там процветает? Да пусть оно там хоть 300 раз процветает. Там каждую неделю кого-то убивают, посмотрите. Там каждую неделю массовые расстрелы в школах, магазинах или еще где-нибудь. Вот у них так и у нас так должно быть, да? Кокаинная разница, как у них. В гробу мы их видали, в белых танцах. Парень говорил, что не любит кокаин, но ему нравится, как он пахнет. Но уже в океане дискотека алкоголя и мариван. Но у них и многое другое процветает. Они на первом месте в мире стоят, например, по количеству, так сказать, насильственных преступлений против личности. На первом мире по уровню убийств на первом мире стоят. Ну и что? И что теперь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок А так ничего особенного Вот он, напугавший кого-то в Якутии Элджей Хит «Розовое вино» Лишь у этого трека более 200 миллионов Прослушать Мы уже в океане дискотека алкоголя и мариванны Я вижу, где даже мураши покожи У меня в статье меня увези Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok